В пасхальное воскресенье в Нью-Йорке традиционно проходит шляпное гуляние. Десять кварталов широкой Пятой Эвеню по левую и правую сторонам от Кафедрального собора Святого Патрика заполнили тысячи людей. С XIX века повелось, что после пасхальной мессы выходящие из храма католики прохаживаются по улицам в нарядных шляпах. Естественно, здесь доминируют пасхальные мотивы – крашеные яйца, цыплята и, конечно, кролики – символы плодородия. Потому что Истер, как называют Пасху, это праздник, связанный с воскрешением не только Христа, но и природы. Три поколения одной семьи в очень красивых, сложного дизайна шляпах. Мама рассказывает, что главный изобретатель – бабушка. Маленькая внучка подтверждает, и все три дамы демонстрируют причудливые головные уборы. Всеобщее внимание привлекла девушка с белым лебедем на голове. Теперь главное, чтобы мой лебедь не улетел, приходится его придерживать. Над шляпой, увитой цветущими лианами, с гнездом на макушке тоже пришлось потрудиться. Зато какой эффект! Не все ограничивались только шляпой. По улице прогуливалась целая корзина со всеми атрибутами праздника – кроличьими ушками, крашенными яйцами, шоколадом. Над головой – ручка корзины. Двое, недолго думая, соорудили шляпы из цветочных горшков. Другая пара устроила и себе, и зрителям настоящий праздник весны. И в дизайне шляп, и в костюмах – кролики, цветы, и все в светлых тонах. Одних вдохновила природа, других – живопись. И рама, и красные танцующие фигуры на синем фоне, и надпись «Happy Henri Matisseur» дают понять, что недавняя выставка Матисса в Нью-Йоркском музее современного искусства произвела сильное впечатление. А надпись «Happy Juan Grisster» говорит о любви к художнику Хуану Грису. Джентльмен в цилиндре прочитал нам целую проповедь о чуде воскрешения и пожелал всем духовного здоровья. Его дама по имени Патриша продемонстрировала созданную ею шляпку в британском стиле. У одного весельчака кролик сидел прямо в шляпе и махал всем лапками. А почему ваш кролик в очках? Потому что он уже старенький, как я. Но вы же без очков. Я схитрил, заменив их контактными линзами. Удивили шляпки из старых пластинок. У меня целая линия таких шляпок из пластинок. Людмила коллекционер. Она делает не только шляпы, но и костюмы. На головах цилиндры черные и цветные, гигантское яйцо, целая пирамида из крашенных яиц, шляпы яичницы глазуньи и шляпы цветочные клумбы. Никто не счел кощунством, что человек нарядился Иисусом Христом. Наоборот, люди радостно фотографировались с ним, а он раздавал всем конфеты. Некоторые не ограничивались шляпами, а изобретали костюмы, позировали фотографом, раскрашивали лица. Наряжались сами, наряжали своих детей и даже собак. Одни проявляли в украшениях свой художественный талант, другие дурачились, как могли, третьи выходили из положения малыми средствами, надев вместо шляпы небольшую люстру. Жаль, что вы не пришли. Получили бы удовольствие. Как говорит американская филитонистка Синди Адамс, это Нью-Йорк, дети мои, это Нью-Йорк. Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, НТВ Америка, Нью-Йорк. Продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк.